Здравствуйте! И с вами я, Михаил Шилов, автор проектов makivar.ru, budushin.ru и budublog.ru. А сегодня мы поговорим про икинхисацу. Одним ударом на повал, один удар, одна смерть – это выдумки или правда? Давайте начнем. Погнали! Так вот, скажу я вам, что думаю по этому поводу я. Один удар, одна смерть – это выдумки ортодоксов от боевых искусств. А вообще такое, что такое икинхисацу? Икинхисацу дословно переводится как «убить одной стрелой». В Японии во многих школах традиционного буджицу или будзюцу придерживаются принципа икинхисацу. Не оказалось исключением и традиционное каратэ – каратэ-до. Принцип икинхисацу является основополагающим в каратэ-до и трактуется как «одним ударом на повал». То есть ударили противника одним ударом, если достали противник лежит. Так кто же чаще всего грешит, говоря, что владеет вот такими техниками? Вы сможете сходу дать ответ на этот вопрос или не сможете? Нет? Или да? А если немножко подольше подумать, мне интересно будет узнать ваше мнение в комментариях. А пока я сам расскажу, что думаю по этому поводу. Итак, группа номер один – это различные фриковые направления. Извините за мой такой вот авторский термин. Это я их так называю сам лично, но я поясню. Вы наверняка знаете сами, кто это такие, но тем не менее. Мое имхо – это различные школы бесконтактного боя. Они могут бесконтактно ударить, уронить, положить, удержать и тому подобное. Применить заклинания, круциатус и вызвать мучительные боли или даже о боге, саму Авадокедавру и убить противника на расстоянии. Проверять я это, конечно же, не буду. Дружко. Либо мем. Адепты астрального карате Гуру Вар Авере, то есть Аверьянова, могут нанести смертельный удар противнику даже во сне, на огромном расстоянии. Прямо вот так вот по-кастанедовски. Пабамц, нагваль, вышел из тела, перелетел, ударил, все. Смерть. Группа 2 – это различные старинные китайские, индийские, японские и другие восточные школы, которые владеют секретами такими, что все друиды Запада просто курят бамбук. Я бы сюда и ниндзи, если бы причислил, но не решил точно. Они больше тяготеют к первой группе, скорее всего. Эти школы утверждают, что владеют такой штукой как диммак или что-то типа того. Удар, рассроченный в смерти. Бац! И дальше стучать уже будут только покрышки гроба. Причем даже и бить-то не нужно. Достаточно просто прихотливо дотронуться до смертельных точек. Потрогать, так сказать, клиента за выми, как говорил Остап Бендер. Остап Сулейман Ибрагим Берта-Мария Бендер-Бей за Дунайский. И противник скорости сам отдаст Богу душу. Эта боевая акупунктура и акупрессура являются таким страшным и интересным методом, что эти вещи обросли массой легенд, нашедших свою визуализацию в целой индустрии специфического китайского боевика, восхищающей впечатлительного зрителя. Там все доведено до такого совершенства, что можно коснуться волшебных точек, как это главный герой делает, и удивленный противник замирает парализованный и исполненный восхищением умением мастера. Вспомните, например, кино по типу Хонгильдон. А что было бы, если касание было произведено по другим, более опасным точкам? Это страшно даже подумать. Все. Ужас. Умерли бы все, вероятно. Ну так. Ну давайте поедем дальше. Группа номер три – это те, кто практикует ортодоксальные стили карате. Их девиз – мы владеем, но не можем показать, например. Хотя, может, вообще не можем. Хотя, нам кажется, что можем, если сделаем, но делать не станем, ибо чревато. Вот такие у них отговорки постоянные. Ведь у них нет кумитет, а по той причине, что одним ударом на повал – жуть страшно. Страшно даже предположить, сколько наповалов можно сделать, если зарядить целую серию, а не один удар. Один удар – одна смерть. Поэтому никакой соревновательной практики, никакого свободного спарринга быть не может. Ибо смерть сразу всем несчастным, неловко подвернувшимся под руку. Представляете, как это чудовищно. Вот это три основные группы. Есть, правда, еще различные несистемные придурки, которые просто без подведения аргументации утверждают, что могут показать небо в алмазах. А есть не совсем идиоты, и их теоретические познания иногда в какой-то степени соответствуют действительности. Такое тоже бывает. Они думают, что если знают, что вырвав кадык, можно убить противника. Но они считают, что если они это знают, то это само знание уже и делает их смертельно опасными. Они насмотрятся молчанецом ягнят и мнят, что могут, как ганнибал-смлектор, завалить любого, кто подвернется под руку, если этой рукой можно до противника дотянуться. Но я вернусь к мастерам ортодоксальных стилей. Для меня это вообще важно, потому что я сам каратес практикую, и мне просто печально наблюдать иногда, как мне кажется, большие заблуждения. Да, у них могут быть руки, как оружие, и удар поставлен мощнейший, но экинхисацию возможен только на хорошо зафиксированном оппоненте, если нет регулярной практики свободного кумите. Если такой практики нет, то идеальная ситуация для такого удара просто не возникнет во время боя. Ну не получится просто доставить удар свой вовремя туда, куда надо. А умения создать эту ситуацию нет, так как нет практики такой создавать эту ситуацию. Спарринга нет. Да и партнер не станет в этом деле помогать, так как это будет противник, а не партнер, который будет наоборот только мешать. Но, как говорят ортодоксы, представьте бой на настоящем клинковом оружии. Как можно с ним спарринговать? Это же так опасно. Вот и наши руки-ноги – это ровно такое же оружие, руки-мячи, там все. И в каждом ударе смерть. Мы же поубиваем, как друг друга, так и всех, кто не успеет убежать. Настоящим оружием никто не спаррингуется. Ведь так, я и не спорю с этим, да, не спаррингуются. Но спаррингуются учебными синаями, рапирами, шпагами, саблями. Так вот, надели на руки перчатки и получили учебное оружие. И вперед. Что? Нельзя некоторые техники применять. Смертельные удары пальцами во глаза? Ну, так ударьте кулаком в лоб. Если получится поймать противника на такой удар, то совершенно понятно, что без перчаток, глядишь, и получилось бы пальцем в глаз тоже достать, ткнуть пальцем в глаз. А если противник достает любыми ударами, пока ортодокс изыскивает момент, то такой момент никогда не наступит. Да и руки, даже голые, не являются клинковым оружием. Разница в цене ошибки и в защите огромна. Если режущим с клинком даже не сильно порезать, то это принесет ощутимый урон противнику. А вот если еле-еле дотянуться кулаком и задеть только вскользь, то урона противнику может не быть вообще никакого. То есть кулаком надо попадать точно по месту и со всей силы. А клинком можно только зацепить и этого может оказаться достаточно. Так что сравнение некорректно вовсе. Клинковое оружие, даже в руках совершенного идиота, не имеющего представления о технике фехтования, представляет вполне себе реальную угрозу. Не меньшую, потому что оружие все равно является само по себе оружием. То есть даже если дилетант рубанет мечом по голове, по шее, по плечу или по руке, то ущерб будет очень существенный. И поединок на этом скорее всего закончится. И, как окажется, даже не нужно заниматься десятилетиями, чтобы нанести оружием смертельную рану. Еще более яркие примеры можно привести по аналогии со стрелковым оружием, особенно с огнестрельным. Вот совсем другой вопрос, а получится ли у этого дилетанта применить оружие. Успеет ли он рубануть, попадет ли, хватит ли ему дистанции, а может ему что-то или кто-то помешает. И тут мы приходим к пониманию, что очень много условий должно совпасть, чтобы дилетант мог зарубить мастера фехтования. Пусть бы у этого мастера фехтования был даже в руках не настоящий меч, а деревянный Бокен. Так и вспоминается история о Миамото Мусасе, который унизительным образом дубасил обрубкам весла своих великих современников, мастеров меча. Выстругал из весла Бокен и надавал им хороших люлей. А почему? А потому, что он дрался в то время, как они оттачивали до филигранности субурия. То есть мастера оттачивали субурия, а он дрался. У него была свободная соревновательная, в кавычках, практика, а у его противников нет. Они могли рассечь одним ударом своего противника от левого плеча до правого бедра, но под ударом меча не оказывалось ни плеча, ни бедра, ни хрена. Там не оказывалось. В этом плане мастер ничем не отличается от дилетанта. Ну ничем, кроме уверенности в себе, которая базируется на том, что он способен мечом рубить очень сильно. А удар мечом смертелен. Так вот мастер в карате тоже владеет оружием, не столь, конечно, грозным, как меч, но уже чем-то похожим на молоток. И если таким оружием попасть по противнику, то может быть и икинхисатсу. Я не отрицаю, что такая вещь, как икинхисатсу, в принципе, то есть одним ударом можно противника повергнуть. Но он ничего не сможет сделать с мастером боя на молотках, который ежедневно практикует свободные поединки с учебными и безопасными молотками. Даже если на его молотки будут надеты боксерские перчатки, то он ими отметелит ортодокса, как в аналогии с Имиамото Мусаси. Конечно, владение молотком, просто то, что у него есть молоток, не то, что он умеет хорошо пользоваться, а просто то, что он у него есть, делает человека опасным. Против такого же по уровню мастерства сопротивника, но у которого молотка нет. Тут без шансов, а уж против обывателя тем более, тут у обывателя шансов нет вообще. Но само владение молотком и умение бить им не делает человека умелым бойцом. Иначе каждый кузнец-молотобоец был бы просто великим воином на поле боя, дай ему боевой молот. Но этого оказывается мало. Хотя есть еще одно преимущество. Рукой, закаленной как молот, можно наносить удары многократно, не боясь ее сломать, повредить, что дает, конечно, дополнительные силы и уверенность. Но это все достигается работой на макеваре. Про макевару внизу под видео. Но вернемся к икинхисатсу. Ну, получается, что потенциально можно ударить так, чтобы на повал с одного удара завалить противника. Но на практике не получается. Нужны десятки и даже сотни попаданий, и из них только одно приводит к нокауту. Ну вот, возьмем любимого каратистами бойца ММА Леота Мачиду. Выходца Ишота Кан. У кого-то есть какие-то сомнения, что ему с самого детства не втолковывали доктрину икинхисатсу? А есть сомнения в том, что если бы он мог ее воплощать, то стал бы делать это постоянно? Это риторические вопросы, на самом деле. Конечно, нет. Ему постоянно говорили, что такое икинхисатсу. И с удовольствием, если бы он мог это сделать, он бы делал. Но не получается этот икинхисатсу, даже несмотря на практически голые руки. Посмотрите на Кюкушин. Где там один удар, одна смерть? Где там наповал одним ударом? Разве там запрещено одним ударом руки пробить противнику грудную клетку насквозь, как стопку досок в этой мишеваре? Да нет же. Только вот с досками почему-то получается, а с противником что-то как-то не совсем. Так может, не существует никакого икинхисатсу, а? Да нет. На самом деле существует. Все же мы видели нокауты с одного удара. Ну, попали, противник упал, в нокауте. Вот это оно и есть. Если это не лаки панч, значит это мастерски проведенный удар, для которого были созданы все условия. А научиться создавать эти условия можно только в свободном пусть и учебном поединке. Меня часто очень упрекают, что я критикую каратэ. И вдвойне критикуют, когда узнают, что я сам каратэка, мастер спорта и пятый дан в традиционном каратэ. На самом деле это неправильно. Понимаете? Ведь я же не каратэ критикую. Я обожаю каратэ. Это мой профильный вид. Я критикую ортодоксальный подход и нафталиновую методологию, приверженцы которых не дают развиваться каратэ в ногу со временем. То, что работало раньше, не работает сейчас. мир не стоит на месте. А в отсутствие движения вперед все приводит к фатальному отставанию и проигрышу в конкурентной борьбе. Это же реально глупо, например, иметь прекрасное, может быть даже самое лучшее и мощное оружие, но не уметь оприменять его в динамике. Представляете? И довольствоваться только стрельбой по неподвижным мишеням. Ну вот, странно это, да? А потом обманывать и других, а еще хуже того себя, утверждая, что при необходимости вот запросто в лед точно так же подстрелю и утку, и скачущего зайца, ну или по тарелочкам постреляю. Хотя никогда по ним не стрелял. Абсурд это. И пока одни совершенствуют оружие, не умея им ловко управляться, уподавляясь какому-то кузнецу, кующему мечи, но не умеющему фехтовать, другие запросто из учебного оружия или учебным оружием опоражают любую мишень. Традиционное каратэ не должно себя дискредитировать. Оставив в себе лучшее, оно должно идти в ногу со временем. В традиционном каратэ должны обязательно быть контактные поединки. Пусть в экипировке, пусть спортивные, с ограничениями по определенным правилам, но обязательно должны быть. Иначе и кенхисатсу останется хорошим слоганом, который в реале смогут почувствовать только доски в томишеваре. И больше ничего. Ну все, ребята, по этому поводу я сказал не все. У меня будет еще одно видео по теме и кенхисатсу. Я его уже запланировал. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал на ютубе, кликайте по колокольчику и вы его не пропустите. Если вам понравился этот материал, пожалуйста, сделайте следующее. Поставьте лайк, сделайте репост, поделитесь этим ссылкой на это видео со своими друзьями в социальных сетях и конечно же оставьте свой комментарий. А может быть даже и не один. Все, всем пока, до встречи, салют.